Экологическую акцию «День без сетей» проводят по всей России именно в период нереста рыбы. В Новосибирской области рейды организуют с привлечением инспекторов Росрыболовства, речных полицейских и общественников. Массовость этой акции, а значит и эффективность, придают именно неравнодушные люди. Без общественности, что бы мы сделали, нас мало. С общественности нас много. Очень большой вклад в общественности. Они помогают как в уборке, так и даже сообщают, где эти сети видят. Даже общественность сообщает, где нарушители. Очень большой вклад от общественности. Как рыболовы-любители, так и другие граждане, которые за природу переживают. А переживать есть за что. Браконьеры, как показывает практика, люди неответственные и зачастую бросают свои орудия лова, то есть сети в воде или на берегу. Брошенные именно орудия лова наносят такой максимальный вред окружающей среде, потому что в ней гибнет не только рыба, которая попадает, но и птицы, и животные, то есть плывя, попадая в нее, так же запутываются и погибают. И даже есть случаи, причем неоднократные, когда люди куда-то, ну, в водоем опускаясь, плывя, запутывались, сетях оттонули. Поэтому это очень опасно. То есть вот такие брошенные сети. В ходе рейда общественники заодно проверили состояние искусственных нерестилищ, которые в этом месте устанавливали специалисты глав рыбвода. Рыба еще не рестится. Посмотрите, сколько икры. Поэтому, конечно, искусственное нерестилище очень сильно помогает рыбе, то есть на такой открытой акватории. Такие нерестилища устанавливают и общественники. У них даже проект есть с названием «Рыбе жить». Таким образом, общими усилиями люди пытаются сохранить биоразнообразие речных обитателей. Говорят, результат есть. Ну, я хочу сказать, что рыба есть у нас в Аби. Попадается трофейная рыба, и судаки крупные, каких я больше нигде не видел, и щуки у нас много крупные. Щуки у нас там от 10 до 15 килограмм, это, так скажем, не редкость вообще. Ну, судак, судак. Я сам большого ловил 6,5 килограмм, но видел и на 12-13 килограмм судаков ловили. А еще, отмечают эксперты, становится больше ответственных рыбаков. Многие из таких даже трофейную рыбу отпускают обратно в воду. Конечно, после того, как проведут замеры и сфотографируются с добычей. И это без привлечения хорошая тенденция.